Общение с живой природой, как утверждают психологи, это не просто интересно, но и полезно для эмоционального состояния человека. Всем известны методики ипотерапии и дельфинотерапии. Но лошади и дельфины – не единственные животные, способные оказывать положительное эмоциональное воздействие на человека. Уникальные жители Иркутской области, родственники тюленей, байкальские нерпы, которые гостят с гастролями в Славянском районе, тоже способны исцелять. Об уникальных способностях ластоногих мы поговорили с тренером Нерпинария, побывав на представлении. Десятки жителей города и района уже успели познакомиться с очаровательными животными – байкальскими нерпами и получить невероятный заряд позитива. В Нерпинарии, который на время гастролей в Славянске разместился на первом этаже торгового центра «Версаль», приходят целыми классами, чтобы потом делиться впечатлениями. Эти 50-килограммовые малыши – еще совсем дети. Им всего по 4 года. При учете, что нерпы в естественной среде живут до 50 лет и растут до 2 метров в длину, несложно понять, что первое передвижное шоу байкальских нерп – это уникальная возможность, не покидая родного дома, увидеть животных, которые обитают только на берегах самого большого озера России. Тренер нерпинария Сергей Мальцев рассказывает, что для них малыш Ульяна и Нюша – как родные дети, которых коллектив нерпинария знает почти от рождения. Четыре месяца им было. Все, от мамки они откормились и к нам пришли. Дети не умеют даже желать рыбу. Приходилось втроем брать нерпу, на руки садить и прям пальчиком туда прокихивать. Вскорбленные своими руками нерпы отвечают за заботу взаимностью. И с грацией кошки прыгают через обруч, танцуют вальс и играют в футбол. Это было очень круто. Мне понравилось то, что они мячиком играли. Мне это очень понравилось. Мне понравилось, как они играли в футбол, как они за мячиком, как они еще рисовали. Мне очень понравилось, что они как танцевали и на бортиках прыгали спиной назад. Мне все, картина, рисовали букву М. Похоже, было, как радужная торнадо налетела. Умение нерп растрогать публику с успехом применяется для терапии детей с расстройствами функции общения и социализации. Находясь рядом с животными, пробуя самостоятельно их тренировать, ребенок становится более контактным. Этому есть и подтверждение на практике. Эти люди получают положительный заряд эмоций, как-то воодушевляются. Появляется интерес. Они подходят в бассейн, ощупают, пытаются разговаривать даже некоторые. Мальчик этот ходил к нам на занятия где-то с неделю. Каждый день он приходил, мы с ним минут по 30. Все, они занимались, какие-то элементы показывали, дрессировки. И спустя какой-то момент мы там все подстроили. Мальчику нужно было какое-то слово сказать, а он не мог. Он хотел потренировать, а он не мог сказать. В итоге он вымолвил из себя словечко. И вот постепенно-постепенно он начал уже сам интересоваться. Начал свободно общаться с тренерами. Ну и постепенно так более-менее начал разговаривать. Горящие глаза детей, их восторг и эмоциональные выкрики лучше любых слов показывают, насколько представление достигает цели – разбудить эмоции мальчишек и девчонок. Этот эффект достигается не только хорошей игрой актеров, но и тем, что представление проходит на расстоянии вытянутой руки. Энергично, мне даже понравилось это шоу веселое. Мне понравилось, как они играли в футбол, как они прыгали через кольцо и рисовали. Мне очень понравилось это водное шоу, и мне бы захотелось еще на него прийти. В Славянске-на-Кубани Нерпенарий пробудет до 21 октября. Ответы на все интересующие вопросы по работе Нерпенария можно узнать в кассе по адресу улица Ковтюха, 17 или по телефону 8 938 550 3070. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова